120 лет исполняется в этом году Братству Трезвенников, организованному в Санкт-Петербурге православным подвижником Иоанном Чуриковым. Тысячи людей, одержимых недугом пьянства, благодаря обету трезвости, принесенному Богу, лично или близкими, привели к исцелению, сохранили семьи, помогли обрести новую жизнь. В Феодоровском соборе Санкт-Петербурга состоялась праздничная встреча членов Братства Иоанна Чурикова, собравшая прихожан многих храмов Северной столицы. 120-летие Православного общества Трезвости Братства Иоанна Чурикова объединило прихожан многих храмов Санкт-Петербурга. Праздничный молебен совершил настоятель Феодоровского собора, протерея Александр Сорокин. Со страхом и трепетом я, поробине, настойнее благодарение Твоему благоутробию, о Твоих благодеяниях, бывших наробях Твоих, обществе православных трезвенников, ныне смиренно приносящие, яко Господа, Владыка и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и препадающий баки благодарим. Это общество в самом таком церковном, христианском смысле слова, общество, а точнее община, братство, где главой, как и всей Церкви, является Господь наш Иисус Христос. И вот это делает общество трезвенников по-настоящему православным христианским собранием, которое, как многие знают, а кто, может быть, пришел как гость, собирается здесь под сводом или этого храма, или дома, который рядом, каждое воскресенье, и это собрание действительно во имя Христова. Многие из тех, кто встал в строй православного общества трезвости, братцы Иоанна, сами не подвержены страсти винопития и наркотической зависимости. Но во благо исцеления понесли бремена болящих своих родных и близких, и за них приняли обет трезвости. Бог помогает этому обществу, и я почувствовала эту Божью помощь, и как-то так получилось. В общем-то, у меня денег нет, но я оказалась в своем рассолении с Божьей помощью. И молилась там вот за своих детей, за свою сестру, за племянницу, за своих родных. И действительно, Господь мне посылает большие дары, и я счастлива, что оказалась вот в этом обществе. Участники общества к пьянству относят не только чрезмерное винопитие. Даже гневливость называют они сухим пьянством, приносящим значительный вред человеку. Алкоголь – это только одна часть нашей жизни. Некоторые люди и не употребляют, но назвать их трезвыми, их поступках вообще невозможно. По завершении молебна состоялась братская трапеза, на которой участники общества рассказывали о жизни и трудах братца Иоанна Чурикова. В этом году посещали с трезвенниками святыни горы Афон. И вот там есть такой замечательный монастырь, называется Великая Лавра, наверное, самый главный монастырь на Афоне. И когда входишь во двор этого монастыря, то поражает своим воображением огромное дерево, которому тысячу лет. Это кипарис. Мы спрашиваем, а в чем секрет долголетия? Он говорит, потому что тысячу лет назад преподобный Афанасий Афонский посадил это дерево с любовью, с молитвой во славу Божию. Вот отвечая на вопрос, в чем секрет долголетия нашего общества, которому сегодня исполняется 120 лет, можно сказать, что те семена Слова Божья, те семена веры, которые посадил наш дорогой братец Иоанн, выйдя на проповедь свою 120 лет назад, они попали на добрую почву. Наше общество является братец Иоанн Чуриков, и сегодня, наверное, каждый член нашей общины не без гордости может сказать, что это старейшее общество трезвости в России, которое не прекращало свои деятельности на протяжении всех 120 лет.